Всем привет дорогие друзья, с вами Максим и это очередной эпизод видеопрохождения Ultimate Spider-Man Total Mayhem HD. Выбираем уровень сложности высокий, как обычно. Двойная победа мутантов, можно обозвать этот уровень. Гоблин держит главу города в заложниках, надпись на газетке. Увидим стадион со спрайтовыми зрителями, превратившимися уже в гоблиноподобных созданий. С таким раскладом я не удивлюсь, если увижу здесь какую-нибудь двуголовую тварь. Кругом такой хаос, но где же Норман? И вот она началась схватка, на меня выпустили обычных дворовых пацанов, чернокожих, с какого-то гетто, почему-то не улучшенных озвеном сывороткой. На помощь! Да подожди ты, я скоро тебе помогу, да и разобраться в одном. Вокруг полно уродов мутантских. Посмотрите. На помощь! Весь стадион заполнили эти зрители, мутировавшие, но мои противники почему-то самые обычные людишки. Мне нравится драться с чешуйчатыми зеленокожими. Они все-таки какую-то мощь источают, а их рогатые рожи только в самом страшном кошмаре могут присниться. Еще больше ниггеров с ракетницами на меня нападает, но я быстро одолею их. На помощь! Подождите секундочку, да я помогу всем вам, только дайте разобраться с небольшими делами. Видим, Человек-паук занят. На помощь! Кажется, это не волнует обычных мирных граждан. Попробуйте сами, да, одолеть некоторое количество черномазых, и при этом в тебя кидают бутылками взрывающимися, которые ни хрена не коктейли Молотова, потому что нет огня, нет фитиля, в углу меня зажимают. Я успеваю только нажимать контратаку, мочить лица, крошить некогда. Все пытаюсь и пытаюсь защититься, свою честь оставить нетронутой, непороганной. Получается у меня это вот прям совсем, если честно, с переменным успехом. Большинство времени Человек-паука лежит на полу. Видели, я попытался суператаку применить, но даже ее сбили местные пацаны. Все, с самым мощным противником уже покончил, остался один вот этот вот дрищ в шортиках своих. Да, Паучок продемонстрировал свою мощь, уже после победы, можно даже сказать, иголочки выпустил из себя. На самом деле это симбиотические щупальца, ну ладно. Два огромных лысых мужика с кувалдами атакуют меня. Здесь какая тактика? Нужно перепрыгнуть, то есть им за спину зайти и отсюда уже атаковать по спине. Видимо по жопе получают они гораздо больший урон, чем прямые атаки в голову. Потому что голову у вот этих парней это не жизненно важные части, то есть тупицы, этими словами. Можно было бы, конечно, применить суперудар, но он неэффективен, как я уже и говорил, при действиях в лоб. Нужно вот по заднице, по заднице хорошо бить. Видимо мамка в детстве наказывала... На помощь! Так хорошо, что остался след памяти, то есть повреждается нормально. Тут все кричат на помощь, но неужели... На помощь! Неужели не понятно, что вот совсем немножечко Человек-пауку до смерти тут остается, отвлечется хоть на секунду? На помощь! Хоть на секунду отвлечется и кувалдой голову снесет этот мужик нашему паучку. Поэтому мне сначала нужно одолеть плохих людей, потом спасти хороших. И эту последовательность никак не нарушить. К тому же, видели, эти заграждения специальные стоят. Зачем? Для того, чтобы мирные люди не пострадали. Ой, на голову сел мне и робот Роксон... На помощь! На помощь! Да чтоб вас так, и робот Роксон своими лучами атакует. Но тут я уже не выдерживаю и применяю суперудар. Надеюсь, хотя бы робота смогу забыть... На помощь! Замочить. Твою ж мать! На помощь! Какого чёрта? Все эти выкрики, молящие о помощи, только отвлекают Человека-паука, и он дольше разбирается с негодяями. Понятное дело, что в конце концов ждёт нас гоблин с зелёной рогатой ублюдом, от которого мы и должны... На помощь! ...защитить чудесный город Нью-Йорк от всего его террора! Спасибо, Человек-паук! Пожалуйста! Спасибо! Даже мужичок в этот раз чё-то там промямлил! Но мне непонятно одно, где же наши военно-воздушные силы и войска специального назначения? На помощь! Которые вон миг должны поставить этого гоблина, обоссанного на место! Непонятно, где же армия вообще? Почему Человек-паук в одиночку сражается этими вопросами, я задаюсь уже на протяжении 11 эпизодов! Но ничего, никто ответ мне не даёт! Что-то там из щита учёные подчищают за собой говняшки! Но кто будет с проблемами сталкиваться именно в данный момент? Полиция как всегда не может приехать вовремя, а здесь целый стадион гоблинской угрозы! Хотя постойте! Там же учёные уже должны были разработать яд, но как они их смогут вколоть каждому? Опылить или что там с ним сделать, чтобы он вернулся к нормальной человеческой форме? Ведь Человек-паук убеждён, что единственный способ покончить с уже заражёнными, это предать их смертному адру! То есть отправить на тот свет, замочить насмерть! Не так ли? Ведь Человек-паук в чёрном костюме думает только в одном направлении, как бы причинить побольше ущерба! Превратился в гоблина? Ну туда тебе и дорога! Отправляйся в ад! На помощь! Да подожди ты тут, я пытаюсь упиться своими адовыми мыслями, как я тварю всякие бесчинства, прикрываясь это тем, что люди превратились по вине норманов-гоблинских уродов! На помощь! Да на самом деле всё, чего я хочу, это убийство, разрушение и боль! Человек-паук в чёрном костюме беспощаден, бессердечен, тварь! Так, ну ладно, немножечко вернёмся к реальности, пока эти симбиотические бабы не атаковали, очень больно Человека-паука, но тот, видимо, поднимает достаточное количество жизни и от спасённой тёлочки, и все эти зелёные сферы придают нашему пауку свежести и уверенности. В следующем бою видим очередного полубосса, по-моему, точно такой же был в предыдущем эпизоде, там по городу, по Бронксу я летал, мочил и в конце концов такой вот босс ожидал нас. Но теперь на помощь к нему присоединились ещё две гоблинские твари, которые кидают в меня своими тыквами взрывающимися, смотрите, но кидают они мимо. Ай, иногда всё-таки попадают, я концентрирую своё внимание именно на вот этом вот японоподобном анимешном роботе. Смотрите, он меня атакует, если вы не заметили, он может телепортироваться, и в эти моменты нужно атаковать его даже на высокой сложности. Сейчас я играю не на очень высокой, а как обычно на высокой сложности. Драться против него не так уж просто, но поскольку я гиперпрофессионал, я его делаю вообще без особых проблем, видите, от каждой атаки уклоняюсь. После неудачных попыток он открывает защиту, и тут нужно мочить ему прямо в голову. Гоблины пытаются своими бомбочками атаковать, но меня таким простым методом не проймёшь. Ух ты, бомба взрывается. Упали оба, но только Человек-паук жив. Питер, как хорошо, что ты к нам присоединился. Знаешь, с тех самых пор, как этим утром произошёл взрыв, я могу чувствовать, действительно чувствовать, каждого из моих гоблинов и симбионтов, как если бы они были клетками моего тела. А теперь перевод. Ты чокнутый на всю голову ублюдок. О, Питер, вечно ты пытаешься прикрыться жалким школьным юмором. Реальный перевод. Я и моя армия едины. Моя судьба начинается здесь. Что происходит? Я теряю связь со своими детками. Лакеи Щита, похоже, распыляют противоядие. Нет, они не могут разрушить мою судьбу. Это конец 11 эпизода видеопрождения Ultimate Spider-Man Total Mayhem HD. Следующий эпизод будет последним. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Максим и всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok